Всем привет, друзья! Меня зовут Алексис и добро пожаловать на мой новенький видосик по Майнкрафту! Сегодня мы с вами продолжаем смотреть на битву монстров в арене! Ну и если ты хоть раз играл в Майнкрафту, тогда поставь свой крутой майнкрафтерский лайкусик, а также подпишись на мой канал и нажми на колокольчик! Друзья, давайте я вам для начала покажу, какая вообще будет армия, с кем сражаться. Смотрите, это у нас получаются волки, ну это злые волки, это какие-то волки-оборотни против обычных волков. Посмотрим, кто победит. Дальше, смотрите, вот тут вообще просто мясо будет. Это обезьянки, посмотрите, как их много против вот таких вот крысят. Но, как вы знаете, крысы вроде бы и маленькие, но они очень удаленькие. Дальше у нас противостояние двух видов големов. Это у нас обычный железный голем против вот такого вот адского голема. Дальше потом у нас идут вот такие вот боевые кролики. Друзья, не подумайте, это не морковочка, нет-нет-нет, это какие-то ракеты. Да, это ракеты, но они, к сожалению, ракетами не стреляют. Против SCP монстров. Это скульптуры, кстати, тоже очень сильные. И в решающем самом основном раунде, самом последнем, у нас столкнутся дьявол против терминатора. Друзья, посмотрите, как много здесь роботов и как много здесь вот таких вот маленьких дьяволов. Короче, обязательно дождитесь до конца, будет очень и очень интересно. Но давайте, в принципе, не будем тянуть ваше время, друзья. Как обычно, давайте будем голосовать. Как вы считаете, кто выиграет в первом раунде? Обычные волки, либо волки-оборотни? Короче, если вы считаете, что выиграют вот эти вот волки, ставьте один. Если вот эти, то ставьте двоечку. Посмотрим вообще, какие ребята будут правы. Ну а я пока что вынесу стену, выносить я буду аккуратно. Я буду стараться не зацепить вот этих вот наших монстричков. И все, пошел махач, друзья, смотрите. Эти волки столкнулись между собой. Пока вообще непонятно, друзья, где какие волки, да? То есть они очень похожи. Мы уже с вами можем, в принципе, в конце понять, кто выиграет, а кто проиграет. Как они вообще узнают, кого нужно бить? Я лично не понимаю, где добрые, а где злые. Но походу, что злые что? Злые волки, наверное, все-таки, друзья, уничтожат добрых волков. Они все-таки больше, да? Посмотрите, я только сейчас заметил, что все-таки обычные волки, они меньше немножко. И получается, смотрите, как много злых. Напомню вам то, что чья армия выиграет, вернее, какая армия выиграет, той армии я присвою, друзья, факел. Чего? Два на одного и последний волк остался. Капец, это было жестко, конечно, друзья. Но вот эти, в принципе, обычные волки не тоже оказываются очень сильные. Ну ладно, присваиваем победу вот таким вот оборотням. Ну что ж, приступаем непосредственно к следующему раунду. Эти обезьянки уже взбудоражили счета, да? Они хотели помогать. Вот тут, ребятки, будет махач. Тут будет просто мощнейший махач, мне кажется. Смотрите, в первом раунде... Ой, не в первом раунде, в первой колоночке, получается, обезьянки. Если вы считаете, что выиграют они, ставьте троечку. Если вы считаете, что выиграют вот эти вот крысы, ставьте четверочку. Посмотрим, кто вообще будет прав. Ну а я потихонечку буду выносить стену. Кстати, друзья, что хочу вам еще сказать. Пользуясь случаем, я бы хотел вам прорекламировать свой второй игровой канал. Ссылочку на него вы найдете в описании под этим видосиком. На нем я заливаю мобильные игрушки. Обязательно переходите и подписывайтесь. Мне будет очень и очень приятно. Ну ладно, в принципе, я там еще в конце вам напомню за свой канал. Ну а пока что давайте будем выносить эту стену. И последний, в принципе, блок остается. Все, друзья, посмотрите на это мясо. Что? Вот эти вот крысы, они вроде бы маленькие, но удаленькие. Посмотрите, в принципе, уже начинают игроки погибать. Каких больше погибло, пока что еще не понятно. Будет все понятно чуточку попозже. Смотрите, мясо. Просто мясо. Это довольно-таки бой быстро заканчивается, мне кажется. Я думал, что они дольше будут драться. Но мне кажется, друзья, что крысят тут больше. Да, крысят больше, и они, походу, чего в этом раунде обратно правая армия выиграет, да? То есть вот есть правая армия и левая армия. Я обратно им присваиваю победу. Капец, у них уже, смотрите, два балла, а у левой армии еще ни одного балла нету. Но ничего, мы потом еще с вами стравим всю эту армию. Например, если вот в этом бою, там, например, выиграют вот эти вот големы, да? То мы потом стравим их с вот этими вот остальными. Это будет дополнительный балл, но это будет чуточку попозже. Ладненько, друзья. Третий раунд. Голосование. Как вы считаете, кто выиграют, големы, либо же адские големы? Если вы считаете, что выиграют вот эти вот големы, поставьте пятерочку, просто циферка 5. А если вот эти вот, то циферка 6. И лично я буду болеть за обычных големов. Ну, как бы все прекрасно знаем, мы с вами, кто это такие. Да, мы их уже очень часто видели, они добрые персонажи. Я всегда за добро. Ну, а эти какие-то такие, знаете, мрачные, прям, посмотрите. Они как бы похожи, да, похожи чем-то на тех големов. Ну, как бы потому что и те, и те из рода големов. Но все равно я буду голосовать за вот этих вот. Ладненько, я надеюсь, что вы проголосовали. Давайте тогда я буду выносить эту стену. Все, они уже начали, смотрите, рубиться. Капец. Подождите, подождите, я еще хочу стену выбить. Ой, есть стену выбить. Ну да, я хочу стену выбить. И вот эту вот нужно залепить дырочку. Потому что еще там те будут нам помогать. А мне бы этого не хотелось, конечно же. Так, давайте я выношу эту стену. Я не знаю, стоит ли выносить или не стоит. Они и так, в принципе, друг друга могут бить. Все, короче, давайте взлетаем. Пока, по-моему, еще ни один голем не поб... А, нет, все-таки вот один голем уже погиб. Я хотел сказать, что еще никто не погиб. И я не заметил, кто это погиб. По-моему... А, друзья, злые погибают. Смотрите, добрые их уничтожают. Здорово. Ну, хоть в этом раунде я надеюсь, что... А, хотя нет, ничего подобного. А, нет, выиграют, выиграют. Ура, друзья, 4 на 2. Посмотрите. Сейчас 4 на 1. Все, големы выиграли. Как же я рад. Я присваиваю этот балл. И переходим тогда с вами к четвертому раунду. Дикие кролики против SCP монстров. Друзья, это вот, получается, семерочка. Это восьмерочка. Как вы считаете, кто выиграет? Еще совсем немножко. И они столкнутся между собой. Все, махач начался, друзья. Вау, у меня что-то даже... Майнкрафт начал пролагивать. Это, наверное, из-за этих кроликов. Наверное, точно из-за кроликов лагает, мне кажется. Ну, ладненько, давайте взлетаем. SCP монстры, я болею за вас. Сейчас накажите этих кролей. Я уверен, друзья, что вы тоже, наверное, болеете за SCP монстры. Потому что, ну, непонятно вообще, что это за кролики. SCP монстры погибают, друзья. Посмотрите. Это, оказывается, прям боевые кроли. А вы представляете? Если бы они еще с этими вот своими ракетами стреляли. Они бы здесь все бы, наверное, разорвали. Да, все-таки SCP монстры проиграли здесь. Как же печально, на самом-то деле. Очень и очень печально. Блин, что же нам делать, а? Что же нам делать? Я вообще болел за SCP. Печально, конечно, но ничего. Зато, смотрите, 2 на 2. Давайте мы, в принципе, стравим сейчас, знаете кого? Давайте мы стравим големов с вот этой вот армии. Тут, получается, вот один волчонок. Он будет помогать тоже. И они все будут сражаться против вот этих вот големов. Големы уже, смотрите, нападают на них. Тут крысят тоже, в принципе, нападают. Сейчас посмотрим вообще, кто кого уничтожит. Крыски-то маленькие. Смотрите, тут, получается, 5 крыс сейчас будут уничтожать этого голема. Ой, дождь начался. Я не люблю дождь. Я его сейчас выключу. Стоп, а волк помогает или нет? У меня, кстати, Майнкрафт что-то пролагивает. Почему это происходит? Ну ладно, короче, волк, помогай. Ты что не помогаешь? Что? Эти крыся-то уничтожили големов? Серьезно? Ну ладно, пусть они еще с вот этими вот, с кроликами разберутся. А ну-ка, мясо. Пошло мясо или это, или не пошло мясо. О, наконец-то, волк заметил. Здорово. Конечно, если бы еще Майнкрафт у меня не лагал, было бы чуточку получше. Это, кстати, первый раз, что у меня вот так вот жестко подвисает Майнкрафт. Посмотрите, какое мясо. Ну тут понятно, тут кролики выиграют, это 100%, потому что их больше, и они как бы из другого раунда. Как бы, например, та армия, которая в четвертом раунде, она сильнее, чем та армия, например, которая в первом, втором и третьем раундах. Ну что ж, друзья, приступаем к последнему раунду. К последнему и самому долгожданному. Терминаторы сразятся с дьяволами. Ну, с демонами, короче, так. Друзья, голосуйте, ставьте девяточку, если вы голосуете за Терминаторов, либо же ставьте десяточку, если вы голосуете за Демонов. Мне вот самому интересно, кто же выиграет. Я отдаю свой голос Терминаторам. Я надеюсь, что они выиграют. И, кстати, сейчас получается, смотрите, 2 на 2. Ладненько, друзья, я надеюсь, что вы проголосовали. Давайте я уже буду потихонечку выносить эту стену. Может быть, Майнкрафт включится из-за того, что тут очень большая армия. С чего? Смотрите, реально пролагивает прям очень мощно. Всё, пошёл Махач, друзья. Выносим, в принципе, последний, предпоследний слой стены. Всё, они уже начали рубиться, короче. Ну ладно, я думаю, что та стена им мешать особо не будет. Посмотрите, этот большой даже ничего ещё не делает. Да что такое? Почему он лагает? Ну, короче, ладно, больше я не буду говорить, что у меня лагает Майнкрафт. Тут и так всё понятно, в принципе. Друзья, смотрите, какая интересная картинка. Получается, серая армия сражается против красных. И этого большого загнали в тупик или что? Ну, короче, тут в итоге должны выжить только большие. Потому что большие, они самые сильные. Ну, я хочу, чтобы большие столкнулись между собой. А не столкнуться или не столкнуться? Ладонько, я буду тогда стоять лучше на месте, чтобы у меня FPS не падал. Вот так, короче, будем смотреть просто с высоты. Камерой мы отводить не будем в стороны. Ну, о, наконец-то, большие столкнулись. Смотрите, друзья. Отличненько. Ну, по-моему, да, всё-таки терминаторы, мне кажется, проиграют. Их что-то меньше, да, их реально меньше. Но всё будет зависеть от больших. Потому что, вот смотрите, сейчас только большие рубятся. Ой, сейчас эти демоны перебьют этих терминаторов и начнут этого бить. Начнут бить большого терминатора. Это плохо, мне это не нравится, конечно же. Но зато мы потом, друзья, столкнём, стравим вот этих вот демонов, да, демоническую армию с этими вот кроликами. Демоны, наверное, всё-таки выиграют. Четыре на одного. Кто же выиграет здесь? Ну, тут, в принципе, понятно, наверное, кто выиграет. А, нет, уже не четыре, уже три на одного. Сейчас будет, наверное, два на одного. Да, мне кажется, что сейчас будет два на одного, потом один на одного. И всё. И на этом, в принципе, демоны, наверное, выиграют. О, смотрите! Один на один! Ничего себе! Капец! Как вот этот вот робот, конечно, перемочил всех этих демонов. Если честно, я не ожидал, что он такой сильный будет. И, в принципе, да. Демон выиграл. Демон, к сожалению, выиграл. Блин, я же за терминаторов болел. Я, в принципе, присвоил два балла этим демонам. И, смотрите, со счётом четыре-два они пока что выиграют. Ну, и, конечно же, последний раунд сталкиваем этого демона с той армией. Давайте побыстрее это сделаем. Я просто хочу, чтобы кролики его бы уже быстрее уничтожили. Ну, уже, кролики, нападайте. Нападайте на этого гиганта громадного. Вы будете на него нападать? Да, они будут на него нападать. И всё, друзья, это, в принципе, последний махач. Я не понял. А вы чё не помогаете-то, а? Вы чё не помогаете? Чё вы тут встали и стоите? Тут ваших, вообще-то, союзников бьют. Смотри. Смотрите. Ты посмотри на них, друзья. Вообще ничего не делают. Идите, бейте их, я вам говорю. Ну, уже, давай-давай. Вы должны все сейчас напасть и уничтожить этого демона. Он, конечно, очень сильный, но вас очень много. Вы просто количеством возьмёте. Давайте, идите, нападайте. Ну, чё вы не нападаете? О, наконец-то. Наконец-то все заметили. Сейчас демон их всех перебьёт. Друзья, посмотрите. Наверное, что дополнительный резервный балл я, наверное, ему всё-таки отдам. Потому что, ну, это же всё-таки демон. Но там зато очень много этих кроликов боевых, да? Реально, очень много. Давай-давай-давай, кролики. Я болею за вас. Просто никогда в жизни не буду болеть за демона. Демон это зло. Есть. Отлично, друзья. Поэтому я присваиваю дополнительный балл кроликам. Ребятки, ну, на этом своё видео я буду заканчивать. Кому оно понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе моих новеньких видосиков. Также подписывайтесь на мой второй игровой канал, ссылочку на который вы найдёте в описании под этим роликом. Ну, а с вами был я, Нубик Алексис в Майнкрафте. Всем удачи и всем пока!